Вполне привычная для нашей страны ситуация сложилась в посёлке Орша Калининского района. Местные жители жалуются на бездействие управляющей компанией, из-за чего многоквартирные дома и прилегающая территория приходят в упадок. При этом люди отмечают, что они вообще не понимают, как эта УК оказалась в их муниципалитете. Не кошенная трава, а валивающийся цоколь, пятна на царевших стенах, протекающие крыши. В таком состоянии находятся эти дома по улицам Ленина, Юбилейной и ряду других. В посёлке Орша. Жители жалуются на практически полное бездействие управляющей компанией. На все их обращения УК с громким названием «Пассатижи» выдаёт просто фееричные ответы. Как, например, Галине Александровне, когда та попросила привезти свой подъезд в более-менее приличное состояние. Своими силами мы теалы предоставим. Но их ничего не предоставили, и никто к нам не приходил. Льёт ливень, и у нас в подъезд вообще не въехать и не войти. Я им говорю, приходит там у нас слесарь и говорит, давайте я вам поддон поставлю. Действительно, подъезды пришли в такое состояние, что по некоторым ходить в прямом смысле слова опасно для жизни. Николай Сухов, как доказательство, до сих пор хранит куски штукатурки, которые обрушились в один из дней. Всё вот обвалилось в одном моменте. Удар был такой, что прямо сотряслось всё. То есть это прямая угроза жизни и здоровью людей, которые вот здесь могут проходить, в том числе и дети, которые здесь живут, и к которым ребята приходят маленькие. Это очень страшно и опасно. Не удивительно, что люди многие работы вынуждены делать сами. Вот этот цоколь за свой счёт отремонтировал один из жильцов, что обошлось ему в не один десяток тысяч рублей. Жители вообще сомневаются, что УК Пассатижи собиралась по-настоящему заниматься этими домами, которые были построены ещё в 50-е годы. Это изначально было известно, что это очень невыгодно содержать. И тем более в этой компании нет ни сотрудников, большое количество, может быть, один какой-то есть, нет ни техники. Всё бы ничего, но люди до сих пор не понимают, как вообще управляющая компания Пассатижи появилась в Орше. При этом они диву даются, глядя на протоколы собраний, на которых якобы было одобрено сотрудничество с УК. Например, Алексею Тихонову показали копию подписанного объявления, которое он разместил 1 мая. В 20.00 1 мая 2018 года я находился за 230 километров от посёлка Орше. Я был в Осташевском районе. Подпись моя здесь, соответственно, подделана. А можно, где ваша подпись? Это моя реальная подпись. Как видите, они вообще не похожи даже близко. Обращение в полицию и прокуратуру по факту подделки подписей и вообще фальсификации документов пока ни к чему не привели. Но жители этих Оршанских домов и дальше намерены вести борьбу, чтобы выбраться из цепкой хватки Пассатижи.